Всем привет-пивет! Всем отличной новой недели! Как быстро время бежит, да, уже зима официально началась, да, начало декабря, скоро уже Новый год. Сегодня мы с вами посмотрим расклад, который предложила Алена. Называется он «Ценность себя» вашими глазами. Посмотрим, насколько вы себя цените. Как это, наверное, выражается, да. В чем именно ваша ценность, что вы цените в себе. Посмотрим это все. Смотреть будем на новой колоде. Обзор на эту колоду. Она безземянная, на самом деле. Она авторская. Придумала ее девушка-женщина под ником Луна. На сайте, по крайней мере, где я покупала эту колоду, она так представлялась. Не знаю, по каким причинам, название колоде она не дала в разделе, в плейлисте, под названием «Обзоры моих колод». Вот с такой рубашечкой я выложила. Обзор на эту колоду, кому интересно, можете зайти посмотреть. И там под роликом я оставила ссылку, где я купила эту колоду. Потому что иногда смотришь, колода интересная, хочется и тебе ее приобрести. Правда, в России это будет, наверное, проблематично. Только для тех, кто живет за границей. Лазейки можно будет как-нибудь найти. Через знакомых, либо еще как-то. Но вот на этой колоде мы будем с вами сегодня работать. Странно вообще, на самом деле, иметь колоду, смотрите, как красивая тройка мечей, у которой нет названия. Ну, в общем, свое мнение по поводу этой колоды я высказала. Сейчас я нарабатываю опыт с ней, общение. Колода такая разговорчивая, хотя очень много претензий у меня к ней. Но мы с ней свыклись, у нее мягкая энергия. Поэтому именно на этой колоде мы будем смотреть цел на себя. Позиции вы видите перед собой. Я извиняюсь за то, что шмойкаю носом. Думаю, определились. Мы сразу будем приступать. Так, позиция номер один. Голубенький камешек. Так, еще ниже надо поставить сюда, да? Сюда. И давайте смотрим, смотреть, как вы себя видите на момент расклада. Единички. Король жезлов. Король жезлов. Ну, человека такого, знаете, огненного, активного человека, который любит развиваться. Расти к чему-то. То есть здесь действия, хоть они и предполагают во внешнем мире. Я все же не могу сказать сто процентов, что вот все, кто меня смотрит, да, по характеру такие очень огненные и подвижные. Здесь, скорее всего, натура может быть огненной. То есть вы можете быть интровертами, можете любить, я не знаю, какой-нибудь сидячий образ жизни. Это не имеет значения. Здесь внутреннее состояние по королю жезлов, да, человека, который к чему-то стремится, что-то хочет. Второй вопрос, добиваетесь вы этого или нет. Но здесь природа человека такая позитивная. Позитивная, теплая, веселая. Опять же, не могу сказать, что у вас есть чувство юмора, но вы умеете ценить это чувство юмора. То есть не все умеют хорошо пошутить, но вы умеете посмеяться над хорошими шутками. Вот, поэтому здесь человек, которому нравится развиваться, в большей степени есть такая серьезность, но здесь нету угрюмости, да, здесь нету какой-то тяжелой энергии. Вот, человек решительный, человек, который, возможно, даже быстро принимает решения. Да, знаете, вот мужские вот эти вот качества доблести, храбрости, отваги, они вам присущи. Я не могу сказать, что вы прям вот каждодневно в своей жизни стараетесь как-то себя выпячивать, да, вот прям за всех все решать, брать на себя ответственность и так далее. Нет, у вас все с этим норма. То есть по необходимости вы сможете перехватить инициативу. То есть все зависит от обстоятельств, да. То есть здесь нету такого, что вот я все на себя хочу взять, потому что там у меня такие активные энергии. Нет, здесь человек, который понимает, когда нужно, а когда не нужно. Еще как вы себя видите. Ну, на данном этапе я вижу, что тройка мечей нам говорит о некой такой разбитости. По какой причине здесь люди разбиты, я не знаю. Вот, здесь нету слез. Здесь даже есть страдания, я не вижу. Ну, вот бывает человек разбитый, разбитый. Это, еще попробую описать эту разбитость, потому что здесь нету какой-то, вот знаете, вот страдания, прям драматизма. Нет, здесь разбитость, может быть, скорее всего, имеет отношение как-то к усталости в большей степени, да. Какой-то вот здесь идет груз, тяжесть, который возлагается на ваши плечи, либо вы сами возлагаете ее на себя. Какой-то вот груз ответственности, и от этого здесь ощущается некая такая разбитость и уже невозможность решать какие-то задачи. Вот, опять же-таки, единичка. Мне, по-моему, кажется, что в последнее время, очень, по-моему, начало осени, да, я говорю о том, что присутствует вот какая-то усталость. Душевная усталость, ну, может быть, у кого-то это и физическое, но здесь вот разбитость, то есть человек, знаете, как, не может сфокусировать себя. Эта разбитость, она связана с расфокусировкой, да, знаете, бывает так, когда, не знаю, хочешь сесть, почитать какую-то книгу, да, открываешь страницу, и вдруг начинаются эти мысли, надо это сделать, надо туда пойти. И вот вы не можете сосредоточиться. Либо вы что-то читаете, и останавливая себя, замечаете, что страницу, может быть, прочитали, но вы ничего не помните из того, что вы прочитали. То есть это вот настолько здесь перегружено в ваше ментальное поле, что вот вам нужно отдыхать. Отдыхать именно мыслительные какие-то процессы. Тройка мечей указывает на невозможность решения, да, то есть когда-то, когда был туз мечей, да, надо было принять какое-то решение, либо с чем-то определиться, вот, вы не смогли. И вот, знаете, здесь как накопленный этот груз, да, потом появилась двойка мечей какие-то, сомнения, неуверенность, вот такое, и это постепенно, постепенно переросло в тройку. То есть здесь вот какой-то такой накопительный эффект ментальной усталости. Поэтому я ощущаю здесь энергетически какую-то расфокусировку. Ну и еще один аркан, как вы себя видите на сейчас, восьмерка Пентакли. Ну вот видите, даже вот в этой колоде восьмерка Пентакли, она такая характерная, да, то есть в принципе это аркан мастерства. Завышенных, возможно, каких-то стандартов, требовательностей именно в профессиональной сфере. Но здесь он вот с этой протянутой рукой, ну так, по крайней мере, кажется, да, потому что внизу здесь у нас изображены, я не поняла, то ли монетки какие-то, да, то ли это пуговицы здесь, что-то такое. В общем, это аркан профессионализма, но он очень напоминает, как пятерку Пентакли, знаете, человека с протянутой рукой. Вы работаете, да, то есть здесь человек-трудоголик, и, возможно, вы и устали от работы. Вот. Либо на работе есть какие-то моменты, которые вот как-то перекрывают вам вот этот вот позитив Короля Жеслов, да, то есть здесь лицо человека, который съел пуд соли, да, то есть много чего всего прожил, вот, и сам его возраст указывает на то, что у человека есть опыт за спиной, за плечами. И вот здесь вот какая-то усталость, может быть, некий такой перфекционизм, да, может быть, действительно завышены какие-то стандарты по отношению к себе, к своему труду, да, требовательность, я бы сказала. Вот. Слишком вы требовательны. Здесь прям вот чувствуется, что вам не хватает отдыха. отдыха, я вот просто, знаете, здесь помимо отдыха еще к чего-то не хватает. Вот какой-то, я не знаю, перезагрузки, либо что-то сбросить. И я не могу понять, здесь энергия такая, она вроде бы и тяжелая с одной стороны, но сказать, что вот здесь есть действительно какие-то проблемы, вот проблем как таковых по этой позиции нету. Есть какая-то, вот что такое хроническая, хроническая усталость, хронический недосып, что-то хроническое. То есть то, что вот прям долгое время накапливается. Возможно, какая-то нерешенная проблема, и она лежит грузом на вас, и вы уже не способны ее решить. Вот. Потому что уже подумали и так, и эдак, и не можете найти решение, и вот просто промахнули рукой, но задача не решилась. Понимаете, вот это вот все равно, это как-то, этот сгусток энергии, он присутствует в вашем энергетическом поле и дает о себе периодически знать. Вот как-то так я увидела вашу энергетику сейчас. Мне будет очень прям интересно по другим позициям, то есть это связано с тем, что это вот темная отрисовка, такая энергия тяжелая, либо энергия, которую я считала, она не имеет какое-то отношение к колоде. Ладно, смотрим следующий вопрос. В чем ваша ценность, по вашему мнению? То есть вы как сами себя оцениваете? В чем ваша ценность, аркан смерти? Ваша ценность в том, что вы умеете меняться, вы умеете отпускать прошлое, да, то есть здесь человек такой, знаете, с очень плавным развитием, то есть как-то вот вы умеете перерождаться, что ли. Тогда, когда у других людей уже как будто бы не хватает силы, вы очень выносливые, да, вот здесь вот не идет так, что по энергиям, что вы очень выносливый человек. И каждый раз при какой-то вот трудной, сложной ситуации, да, если бы кто-то другой на вашем месте бы сдался, вот, то вы находите в себе силы, да, победить себя и вот как-то измениться, преобразиться. Здесь ощущение того, что, возможно, в юности вы выглядели старше своего возраста, а с годами взрослее вы, наоборот, выглядите моложе себя, моложе своего возраста. Здесь вот что-то связанное с возрастом, да, то ли, причем, знаете, вот какая-то такая большая разница, то ли моложе своего возраста выглядите, то ли слишком старше. Но я склоняюсь, скорее всего, ближе к молодости, да, что вы моложе, причем еще здесь король жезлов упадал, да, и энергия такая молодая. В чем еще ваша ценность по аркану смерти? Если это связано каким-то образом с вашей профессией, то вы помогаете людям переродиться, вы помогаете людям измениться. То есть, допустим, если бы мы говорили про профессии, я бы сказала, что здесь по аркану смерти, возможно, люди, которые являются пластическими хирургами, да, то есть люди, которые изменяют внешность, да, то есть трансформируют. Либо это, не знаю, если, например, это дизайнеры, там, парикмахеры, то это люди, которые помогают в своей профессии другим людям измениться, измениться как внешне, так и внутренне. Если это не имеет отношения к вашей профессии, то это свойство вашего характера, что вы сами меняетесь и другим помогаете меняться, трансформироваться именно в их сознании. И тем самым помогая людям не привязываться к материальному миру. То есть, возможно, вы это транслируете либо через свою профессию, либо через взаимодействие с другими людьми, то есть показывая, насколько легко можно меняться, менять форму. Возможно, вам связано такое, знаете, некое раскрепощение, либо фривольность в вашем образе, да, одежды, в вашем каком-то стиле. То есть вы не тот человек, который привязывается к общепринятым нормам одежды, да, то есть вы позволяете себе, здесь еще, может быть, ваше настроение каким-то образом влияет, да, на то, как вы одеваетесь. Я не могу назвать вас человеком прям стандартным. Ну, допустим, если девушка-женщина, да, то она носит женственную одежду, да, здесь нет, здесь человек может себя хорошо чувствовать в джинсах, в футболке, в кедах, да, то есть вот какая-то фривольность присутствует. Вот, так, еще, в чем ваш, да, в чем ваша ценность, по вашему мнению, да, башня, башня, ну, вот, видите, вы себя, вы свою собственную ценность видите, я не знаю, насколько вы ее осознаете, но вы ее видите, потому что здесь выпадают великие арканы. Аркан башни говорит о том, что вообще вы находитесь вот в каком-то бесконечном таком поиске своего места. Это может быть поиск своего места, места жительства, либо поиск проявления какой-то сферы, да, своего места в профессии, в какой-то занятости, в какой-то деятельности. То есть здесь человек с очень такой тонкой душевной организацией, с одной стороны, а с другой стороны здесь человек, вот, знаете, вот бывает такой, как непрекаянный, то есть который ищет, ищет как-то свое место. Я не знаю, как, по каким критериям вы здесь определяете, ваше это, либо не ваше, но вот здесь человек все время ищет экологично свое место, где он может проявиться, свое место, где он может жить, свое место, я не знаю, под солнцем с людьми, с которыми ему было бы комфортно. То есть человек, который находится в этом поиске, и, к сожалению, люди, которые с ним взаимодействуют, они его не совсем понимают. Почему? Потому что по аркану башни, башни здесь человек, если он не находит свое место, ему, с точки зрения других людей, как будто бы по барабану разрушить все. То есть это человек, который очень легко, здесь еще, видите, и аркан смерти вкупе, что я говорила, не привязывается, может разрушать. То есть вы можете вкладываться, не знаю, создали какой-то аккаунт, вкладываете сюда, пишете посты, фотографии. Потом в один день вы понимаете, что мне это неинтересно, меня это не удовлетворяет, причем это как-то происходит очень резко. Вы можете абсолютно все удалить. Либо, там, не знаю, в одежде, да, носили-носили, все было хорошо, проснулись, мне не нравится, собрали, там, подарили, отдали, выбросили, сменили полностью имидж. То есть вы тот человек, который периодически, осознанно, либо неосознанно, осознанно разрушает себя для того, чтобы построить что-то новое. Это во внешнем мире может видеться как разрушение, но и во внутреннем здесь вот как будто бы рекомендация пересматривать свои убеждения через какой-то определенный период времени, через некую такую цикличность, пересматривать свои убеждения и отказываться. То есть вам свойственно отказываться от того, что, возможно, когда-то вы верили. Это не говорит о вашем непостоянстве, а это говорит о том, что вы стараетесь идти во время, в ногу со временем, и вы понимаете, что то, что было когда-то актуально, оно уже не столь востребовано для вас, оно не столь эффективно для вас, и вы от этого отказываетесь. Опять же-таки по энергетике ощущение того, что люди не совсем понимают вашу позицию. Может быть, они разделяют ваше мировоззрение, но вот ваш взгляд на жизнь, то, как вы меняетесь кардинально через какое-то определенное время и очень резкие перемены. То есть людям не свойственны резкие перемены, плавные, да, возможно. Но у вас здесь резкие перемены, не знаю, слушали, например, один жанр, либо читали один жанр книги, музыки, и вдруг переключаетесь на абсолютно несовместимое, здесь даже не противоположное, на абсолютно несовместимое. Либо есть какое-то одно предпочтение, а потом это предпочтение сменяется на что-то другое. Вы, вот опять же таки, возвращаясь к королю Жезлов, вы живой человек. Живой не в контексте того, что мы все живые, да, а в контексте живости ума, живости и активности человека, который находится в бесконечном поиске. И это удивительно, почему? Потому что внешне вы кажетесь абсолютно спокойным человеком. Не случайно я в самом начале сказала, что вы можете вести сидячий образ жизни и, как говорится, вот по вам не скажешь, насколько вы живой человек внутри, насколько вы любознательны, насколько вам интересно что-то новое узнавать, как-то, не знаю. Здесь еще, понимаете, вы же человек вне правил, вы можете задавать какие-то вопросы, которые другим людям может быть неудобны, а у вас как-то, знаете, безозрение совести, вы можете спросить, потому что для вас это естественно, и не безобразно. А по правилам и нормам такие вопросы, например, не задаются, не спрашиваются. Но у вас никогда нету какого-то злого умысла, как-то так, надо смехаться над другими людьми. То есть, когда вы задаете какие-то вопросы, неудобные другим людям, у вас есть какие-то свои собственные мотивы, связанные с пониманием и познанием. То есть, если вы, например, спросите, не знаю, девушку, женщину, сколько ей лет, что, в принципе, не совсем воспитано, что ли, уместно, особенно если это женщина, там, я не знаю, после 40. Вы можете ее поставить в трудное положение, но у вас нету цели ее как-то оценивать, насколько она там молода выглядит, либо, например, взросла. Ваш вопрос, он будет иметь отношение к тому, например, что вот как в таком возрасте, например, сопоставление, насколько меняется мимика людей, насколько она становится активна. Либо вы для себя хотите понять, что вот такой след, который был оставлен годами на лице этой женщины, насколько он имеет отношение к возрасту. То есть, у вас какие-то свои абсолютные заморочки. Даже если вы бы и стали объяснять людям причину, почему вы задали такой неудобный вопрос, люди бы вас не совсем поняли, еще бы больше сказали, насколько вы чумачечный человек. У вас есть какие-то свои понимания, то есть, не знаю, какая-то статистика, что ли, какой-то вот анализ, потому что вам интересна жизнь. Вы к ней не подходите в контексте стандарта. Все, что связано с рамками, стандартами по башне, вы это разрушаете. Вы знаете, что вы разрушите. Могу предположить, что по молодости вы больше даже делали что-то такое, вот именно разрушающее, для того, чтобы шокировать людей. Для того, чтобы бросить им вызов. Да, вот вам нравилось это делать, что-то, я не имею в виду рискованное, а вызывающее. Вот нравилось, нравилось. Вам нравится реакция людей, когда вы их приводите в недоумение, в какой-то шок, непредсказуемость, что-то такое. Вот. Это в чем ваша истинная ценность. Вы меняете, проще говоря, вы меняете как-то свою жизнь и показываете людям, насколько можно менять жизнь их. То есть, что не нужно привязываться к материи, что ничего не постоянно, что жизнь, она циклична, и в соответствии с этими циклами должны меняться и мы. То есть, вот в этом ваша основная ценность. По вашему мнению. Что вы цените в себе? Что вы цените в себе? Семерка кубков. Ну, вы романтичны. Романтичны. Вам нравится как-то мечтать, что-то фантазировать о чем-то. Это, я бы сказала, вам нравится по причине того, что это ваша отдушина. Когда мы говорим, я хочу разгрузить свою голову. Это вам нравится представлять что-то в своей голове, как-то проживать. Могу предположить, что у вас очень такое яркое воображение, когда вы читаете книги. Либо вам кто-то что-то рассказывает, вы прям очень ярко можете это представлять в своей голове. То есть, не просто какая-то черно-белая картинка, а может быть, как-то даже в деталях. Потому что вот здесь вот какое-то свое, опять же таки, да, своеобразное видение. Видение жизни. Вот вам нравится, когда вы читаете книги, вы представляете героев, они у вас живые. То есть, вот ваши, может быть, у вас даже очень яркие сны, потому что здесь вот какая-то визуализация, да, связанная с представлением, воображением. Оно такое очень живое и яркое. Также вы любите, и что вы цените в себе? То, что вы, опять же таки, касательно выбора, не выбираете что-то стереотипное. стереотипное. Вот вам это очень нравится. Вот это, скорее всего, для вас самая большая ценность, что вы не похожи на других людей в своем каком-то восприятии мира, выборе, видении. Вот вы очень оригинальный человек. Живой и оригинальный человек. Что еще вы цените в себе? Пожезлов. Вот то, что, в принципе, я и говорила, да, любознательность, интерес, открытость. Но такое бывает не всегда. Вот. Все больше и больше с возрастом это как будто бы уходит на второй план, и вы как будто держитесь именно за это качество, потому что, понимаете, что оно важно. Вот вам хотелось бы, чтобы это качество росло внутри вас, чтобы оно не умирало, потому что здесь, опять, меня просто кроет какой-то усталостью здесь по первой позиции. И вот хочется, хочется вот этого интереса, этой искорки. Вот то, что я говорила, да, про умение задавать какие-то неудобные вопросы. Здесь детскость присутствует, да. Здесь присутствует детскость. Что еще вы цените, да, если мы говорим про пожезлов, когда она вас обращает внимание, когда вас любит. Но здесь любовь, опять же-таки, она должна быть какая-то умеренная. Я бы сказала, что это больше внимания, нежели любовь к себе. То есть вам нравится, когда она вас обращает внимание, но вам не нравится, когда вас душат этим вниманием, да, то есть когда замечают что-то в вас, когда подчеркивают, возможно, когда вам говорят комплименты. Но это должно быть, естественно, легко и ненавязчиво. И не так долго. Потому что вы от большого внимания тоже очень сильно устаете. Ну и последний аркан, что вы цените в себе. Ну, королева жезлов. Вообще, какая-то такая, знаете, здесь многослойная энергия. Некоторые энергии здесь ощущаются фоново. Это вот мечовый, да, несмотря на тройку мечей, вот они все равно прослеживают. А с другой стороны, жезловость мы видим, да, кубки у нас только единожды выпали, но вы очень чувствительный, интуитивный человек. Вы цените в себе независимость. Независимость, яркость, умение влиять на людей, умение цеплять их внимание. Опять же-таки, для вас это очень важно. Когда вот вы находитесь в хорошем настроении, вот вам нравится как-то, знаете, по-детски подурачиться, подурачиться, как-то шокировать других людей. То есть, можете в дождливую погоду босиком пойти, ну, если это лето, да, тепло, босиком пойти по улице, да, либо если вы идете на кубках, и ноги усталят, и вы считаете, что вам наплевать на мнение других людей, я сниму и пойду, потому что мне так удобно, ну, ничего, что будет, ноги снизу, да, грязные, черные, приду домой и помою. Вот, то есть, тем самым шокировать других людей, да. То есть, вот такая вот, знаете, независимая, независимая энергия, ощущение дикой кошки, которую почему-то всем людям хочется приручить, и она никому не дается. Вот это вот, знаете, ваше внутреннее вот это вот нутро, я никому не дамся, просто потому что я так хочу. Вот, а если вам кто-то нравится, вы можете этому человеку подыграть и, не знаю, создать иллюзию, впечатление, какое-то, да, себе что, окей, мной можно управлять и манипулировать, но это лишь игра. Вот, ну, то есть, дать человеку ощущение, порадоваться, что, да, типа, ты мной управляешь, но это не так. Это далеко не так. Вы всегда... тот человек, который, что еще вы в себе цените, это то, что вы умеете скрывать от людей то, что вы считаете, что показывать им не нужно. Вы очень сильный духом человек, люди видят только ширму, не знают многого из тех трудностей и сложностей, что вы прошли. Ну, это ясное дело, что у каждого есть своя история, но вот вам удается одевать вот эту маску прекрасного актера, который показывает людям, что у меня все хорошо, у меня все шикарно. Вряд ли из ваших мустр можно будет услышать, что у вас есть какие-то трудности. Если вы это говорите, говорите прям очень близким людям, которым вы доверяете. И опять же таки, не всегда. То есть вы не тот человек, страдалец, который искренне будет делиться, открываться. Вы не открываетесь даже своим близким. Вы держите все в себе. Но при этом создаете вот эту вот картинку, маски игривости и вот какой-то дикости некой такой кошки, независимой, которая ходит сама по себе. Вот такой расклад, первая позиция. Так, пишите единички, что отыгралось. Я благодарю вас за комментарии, за ваши лайки. Надо было в самом начале сказать, но, наверное, после каждой позиции буду говорить слова благодарности. Так, мы с вами переходим к позиции номер два. К красненькому камешку. Двоечке. Привет, привет. И вам благодарность за комментарии, за то, что пишете, за все комментарии, которые такие, знаете, очень теплые. Мне нравится, наверное, не знаю, надо было вначале это как-то сказать. Ну, коль я уже вспомнила, сейчас на вас скажу. Мне очень нравится обращение людей, да, вот в комментариях, если вы вычитаете. Во-первых, ощущается какая-то такая близость, да, как будто вот мы действительно знакомы со всеми вами очень близко и обращение «дорогая Еленя», да. С одной стороны, раньше, когда писались письма, да, еще вот не электронные, бумажные, было такое обращение, да, там «дорогой друг», либо там «уважаемый» еще что-то. Вот. Если вы обратите внимание на комментарии на других каналах, да, то вот вот такого обращения очень часто, там «дорогой такой-то», его нет. мне это вот прям, знаете, греет душу и на самом деле это очень удивительно. Я только сейчас вот просто говорю и ко мне приходит это создание, да, то есть указывает с одной стороны на какую-то близость, да, взаимодействие, а с другой стороны это действительно показывает ваше уважение ко мне, в моем лице и я вам за это благодарна. Так, ну давайте двоечки посмотрим на новой колоде для вас, как вы себя видите. Что нам скажут? О, королева мечей, двойки, королева мечей, что такое, что произошло, двойки, где ваша кубковость? Как вы себя видите? Ну, вы видите, что вы повзрослели, что вы стали серьезной, что вы стали в некоторой степени, знаете, как-то холодной, эмоциональной, но это игра, вот, потому что ваша кубковость, она никуда не ушла, она просто стала скрываться за маской такого, знаете, человека более сдержанного, более как будто бы серьезного, он такой, мне очень смешно, и я улыбаюсь, почему? Потому что я вижу лицо человека, который, знаете, вот как маленькие дети, когда прячутся, да, вот они встали там, я не знаю, за шваброй, за какую-то палку, и делают такое серьезное лицо, что типа я, это, меня здесь нету, вот, и это вызывает, ну, это выглядит очень мило, и вызывает улыбку, вот у вас такое, что, знаете, такое лицо, покерфейс, без каких-то мимических проявлений на лице, но глаза, они такие детские, они с такой искоркой, они так блестят, они, они так согревают, что, ну, ну, это очень смешно, если кто-то считает, что вот я за, за этой маской, да, я могу скрыть, да, для людей, возможно, не эмпатичных, да, не, не имеющих отношения, давайте скажу, в некоторой степени к психологии, да, то есть, ни к врожденной, ни к приобретенной, можно будет как-то, не знаю, обмануть, да, сказать, что да, вы серьезные, мечовость в вас присутствует, это, конечно, не исключено, но, глядя в ваши глаза, вот прям, можно прочитать весь мир, и вот это вот, вот этого маленького ребенка, который как бы не прятался, как бы не скрывался, да, его радость, она, она есть, у вас так блестят глаза, ну, вот мне здесь просто так, такую информацию показывают, маленького ребенка, у которого так блестят глаза, он так радуется, знаете, причем, он сам себя сдерживает, да, потому что понимает, конечно же, по королеве мечей, научился, что многие вещи надо скрывать, многие вещи надо, держать язык за зубами, да, ну, потому что такова жизнь, и нужно адаптироваться ко времени, но так хочется проявить себя, так хочется рассказать, поделиться, что-то отдать, как-то по взаимодействию, детскость, как бы ее не прятали, она все равно здесь присуща, вот, но при этом вы видите, что вы действительно повзрослели, действительно где-то стали смотреть на вещи более реально, хоть вам и хочется в некоторых моментах одевать розовые очки, вы стараетесь сдерживать себя в этом, то есть смотреть на реальность, такой, какая она есть на самом деле, вы уже стали более избирательны в своих выборах, по отношению к людям, я могу сказать просто, что вы сдерживаете, сдерживаете свою какую-то эмоциональность здесь, как еще вы себя видите, рыцарь жезлов, ну, вы все равно продолжаете видеть себя, человеком импульсивным, человеком настроения, никуда не делась ваш позитив, ваше теплое солнечное видение людей, вот, оно просто, как солнышко, знаете, спряталось за тучки, тучки это мечи, это маска, которую вы для себя выбрали, как защитный механизм, вот, поэтому вы все равно себя видите человеком, который движется вперед, человеком, который готов прийти на помощь, человек храбрый, человек, который готов поддержать другого человека в нужный момент, очень много улыбок здесь, да, как-то вот праздниковый человек праздник, как бы вы не скрывали, вы человек праздник, праздник в душе, не то, что вы любите праздники, хотя такое тоже не исключено, рыцарь Пендакли, да, два рыцаря, они указывают нам здесь на то, что вы прошли уже, ваша молодая душа, она действительно молодая, не в силу биологического возраста, а в силу проявления на земле, в отличие, например, от единичек, где такая достаточно старая душа, которая прожила много воплощения, здесь относительно молодая, не совсем, но относительно молодая, относительно, например, первой позиции. вы прошли этап собирания информации об этом мире и находитесь на этапе применения, да, то есть где-то что-то уже пробуете, где-то что-то практикуете, где-то как-то взаимодействуете, то есть вы ушли уже от пажей и перешли на уровень рыцарей, то есть людей, которые не просто что-то изучают, но это люди, которые хотят уже получать практический опыт, где-то вы для себя выбрали уже какое-то определенное направление, не знаю, может быть это в развитии, либо это связано с вашей жизнью, либо профессиональной сферой, и вот вы медленно движетесь к своей цели. А меня радует здесь то, что у вас появилась уверенность, то, что не было, я не знаю, года два точно назад, появилась уверенность, вы уже чувствуете себя более комфортно, уже нету вот этой вот скованности, стеснительности, как меня будут воспринимать, здесь возможно уже даже в некоторых моментах вы умеете говорить «нет» другим людям, но ощущение того, что я здесь, знаете, вот как на коне, вроде бы я иду сначала медленно, так спокойно, потом что-то мне взбрело в голову, и я тот же путь начинаю голубом бежать, прям вот, и получать от этого удовольствие, от полета на этой лошади, когда волосы развиваются, вот это вот ощущение парения, что я как-то вот бегу быстро, я наполняюсь, потом вот эта вот улыбка на лице, радость, вы заново останавливаетесь, и понимаете, что лошади нужно передохнуть, она не может все время бежать, и вот вы опять медленно идете, но здесь вот какое-то такое, знаете, вот бесконечное движение, движение, движение по жизни, да, вы не останавливаетесь, это хорошо, это здорово, то есть вы нашли как будто бы свой ритм в этой жизни, да, то есть вы уже что-то практикуете, исходя из тех знаний, которые получили, и вам это уже нравится, потому что получаете первые результаты, и можете их как-то проанализировать. Как-то так вы себя видите. В чем ваша ценность, по вашему мнению? Тройка пендаклей. Именно в том, что вы умеете общаться, взаимодействовать с другими людьми, да, то есть с одной стороны вы открыты другим людям. Я не говорю сейчас здесь про доверие, здесь сто процентов нельзя сказать, что вот вы кому-то доверяете, потому что все-таки вы изменились, либо не доверяете, что тоже не исключаю. Тройка пендаклей у нас говорит про коллаборацию, то есть у вас есть вот эта вот харизма, способность общаться с людьми, то есть даже невзирая на то, что может быть к вам как-то не очень хорошо будет относиться, либо могут вас обидеть, ранить, вы все равно делаете шаг навстречу людям. Вот это уникальное, на мой взгляд, качество, не закрываться в себе после стольких разочарований и какого-то, может быть, не совсем приятного и комфортного и корректного отношения к вам со стороны других людей, вы все равно продолжаете понимать, что я социальный человек и мне взаимодействие с другими людьми нужно и важно. Здесь как человек, который пришел на, знаете, на какой-то праздник, на какую-то вечеринку, и люди делятся на несколько категорий. Одна из них – это те, которые вот все время должны быть в центре. Они все время должны как-то себя проявлять. Есть противоположность этих людей. Это те люди, которые стоят всегда где-нибудь в углу, в краешке, на краешке возле какой-нибудь колонны, где-то там, как серый кардинал, в позиции наблюдателя, они активничают, им неинтересно, им это некомфортно, но им интересно наблюдать. А вы вот тот человек, который, знаете, вроде бы всех знает как-то по верхам, если не знает, пойдете, узнаете, поговорите, потом, знаете, такая, как пчелка, пчелка, которая летает с одного цветка на другой, передает какие-то идеи, мысли, новости, информацию как-то соединяет, объединяет людей. Вы – труженик. И здесь, да, есть и трудоголизм, да, и, безусловно, по «Рыцарю Пентакли» есть у вас такое, что вы очень терпеливый человек по отношению к другим людям, человек, который может давать бесконечное количество шансов, возможностей другим людям, даже если они его как-то обижали либо обесценивали. Но, с другой стороны, вот в коммуникации в чем ваша ценность? Что вы все равно понимаете, что один в поле не воин. Вот для вас это не слова, потому что вы понимаете, что когда человек находится в команде, с одной стороны, это упрощает задачу, с другой стороны, обогащает. То есть вы взаимодействие с другими людьми видите как раз через призму ценности, что вы можете получить не в контексте выгоды, а в контексте обогащения себя каким-то опытом информации от взаимодействия и познания мира и плюс ко всему ускорения. То есть процессы познания. Одно дело, когда я что-то учу у одного человека, а другое дело, когда я учусь одновременно у двух и трех. Эта информация может дополнять друг друга, может быть даже противоречивой. То есть вот многогранность – это вот ваше. Разносторонность – это тоже ваше. Вы это цените в себе. То есть вы не тот человек, который будет, как, например, единички, сфокусирован на одном деле. Человек, который может, я не знаю, всю свою жизнь проработать на одной работе. Нет. Вы хотите одновременно, вы многозадачные, вы хотите одновременно делать разные дела. И социум, он вам нужен. Именно для этого познания. В чем еще ценность, по вашему мнению? Это кто у нас? Это шестерка жезла, да? В чем ваша ценность, по вашему мнению? Это, опять же-таки, позитив. Позитив – это то, что вы двигаетесь по жизни через призму хорошего настроения. То, что вы стремитесь к гармонии, к внутренней красоте. Вот вы знаете, такое, с одной стороны, состояние детскости ребенка, но вот этот ребенок здесь, в чем позитив? В том, что у вас есть убеждения именно позитивного порядка, которые и не дают вам упасть. Это убеждения, которые помогают вам в жизни двигаться вперед. Мне кажется, что какой-нибудь другой человек на вашем месте бы уже разочаровался. Но вот у вас есть такое качество, как забывать. Осознанное, я бы сказала, забвение, когда вы стараетесь забывать негативные вещи. То есть стараетесь на них не фокусировать и не вспоминать. И это вам помогает находить все время какую-то гармонию. Именно в социальной вашей жизни, во внешнем мире. То есть гармонию через удовлетворение, через получение удовлетворения, через благодарность, что мне нравится то, что я живу. Вы умеете выбирать хорошие вещи, позитивные, те, которые вас наполняют. То есть даже, например, в дождливую погоду вы все равно найдете что-то хорошее, чему можно улыбнуться. И вот это, на ваш взгляд и на мой тоже, очень хорошее качество. То есть умение фокусироваться и концентрироваться на позитивных вещах. И от этого в вашей жизни очень много таких моментов, когда вы могли бы сказать, что вот сейчас я счастлива. И это моменты, какие-то мелочи. Вот, опять же таки, мне показывают маленького ребенка, который там, я не знаю, поймал, даже не поймал, а прилетела божья коровка, либо он где-то ее нашел, и вот он держит ее на пальчике, смотрит. И вот столько радости у этого ребенка. То есть человек, который умеет радоваться мелочам. И именно это качество, эта ценность помогла вам на протяжении всей вашей жизни выживать. Потому что у вас путь, он такой, действительно через выживание. Очень много здесь ощущается в вашем поле слез и болезненных каких-то моментов неприятных. Я бы сказала, жестокости людей по отношению к вам считываются. Но вот если бы не ваше вот это вот умение забывать прошлое и фокусироваться на хорошем, на прекрасном, на красивом, на природе, на умение получать удовольствие именно в мелочах, мне кажется, вам было бы очень сложно выжить. И вы это тоже осознаете. И еще один аркан, в чем ценность ваша, по вашему мнению, ну, королева Пентакли. Это вот ваша забота, это преданность. Особенно акцент сделаю на слове преданность, вы преданный человек. И в наше время, наверное, таких людей не так много, да. То есть это качество, преданность, преданность себе, может быть, преданность другим людям, преданность каким-то идеалам. То есть вы верный человек. Вот верность вам, она не чужда. И иногда это даже высмеивается, да, потому что вы действительно не обращаете внимания. Ну, например, да, если вы находитесь в браке, вам абсолютно неинтересны другие люди. И, может быть, вам и даже говорят, вот, обрати внимание на тебя, там, вот этот человек засмотрелся, да, либо вот этот мужчина. И вы такая, знаете, в недоумении, да, а я это и не заметила. Потому что у вас нету такой программы. У вас есть программа, да, что если я в браке, значит, я в браке. Значит, я верна своему собственному выбору. То есть вы такой человек, который действительно верен своему выбору. И здесь не только в контексте личной жизни, а в том именно, что если вы что-то выбираете, вы хотите этому соответствовать. И вы это очень цените, да. В чем ваша ценность? Ваша ценность в себе, в красоте. Причем красота не внешняя, хотя я и не исключаю. А здесь, скорее всего, красота внутренняя. То есть вот это вот ваше богатство, изобилие. Вы вот, знаете, как человек, есть кто-то, кто коллекционирует, там, марки собирает, да, либо там, не знаю, в союзное время недавно вспоминала календарики. У нас были такие пластмассовые календарики. Мы как-то коллекционировали, обменивались. Вот, я бы сказала, что вы тут коллекционируете какие-то моменты позитивные в жизни, да, либо, опять же-таки, возвращаясь к прочтению книг, вот какие-то приятные моменты из прочтения книг, да, каких-то героев. То есть вы здесь храните что-то такое, что ваш внутренний мир, он делает волшебным и красивым. Вот. Ну и ясное дело, что в королеве Педакли у нас проходит забота, внимание. Вы умеете приумножать. Вот, знаете, как-то, причем еще, помимо того, что вы любите цветы, вы радуетесь тому, что, я не знаю, то ли когда они дают какие-то плоды. Ну, допустим, если это связано с садом, да, вы выращиваете деревья, они дают плоды, вот вы этому радуетесь. То есть когда у вас есть приумножение вашего труда, в чем-то, да, каких-то ресурсов, вы это видите, результат, вы этому радуетесь. Вообще ощущение того, что у вас такая хорошая рука, как говорят в простонародье, да, палку засунул, цветок вырос из-за этого, да, то есть к чему не приложите свою жизненную энергию, через именно любовь и заботу. Но и то, и другое, оно искреннее. И поэтому оно, скорее всего, такое плодовитое. Вот, это то, что вы в себе цените. По вашему мнению, да, это в чем ваша самая большая ценность, вот вы как видите. А что вы цените в себе? Еще раз разницу, что понимали. Первый вот этот вопрос был, в чем ваша ценность, по вашему мнению, а из того, что по вашему мнению является ценным, что вы цените? Что вы цените в себе? Что вы цените в себе? Вот вы это и цените, да, жизнелюбие, какую-то радость, бесконечный поток желаний, неважно, даже если вы их не будете реализовывать, вообще вот то, что вы что-то хотите, да, это указывает на то, что, ну, с одной стороны, это действительно молодость, потому что именно молодежи и детям, да, свойственно иметь очень много желаний, амбиции каких-то. С другой стороны, это показатель того, что вы еще живы, да, потому что люди уже в старости, мало чего желают, вот их тяготит опыт прошлой жизни, и они постепенно-постепенно угасают, вот, и им поэтому мало чего хочется. Вот у вас нет такого, у вас как раз это и указывает на детскость, да, даже на юность, я бы сказала. Что вы цените? Свои какие-то желания, да, амбиции, активность, возможно, сексуальность, но здесь не в контексте, сейчас скажу это, не в контексте оставления потомков, либо своего какого-то наследия, да, то есть не процесс где-то рождения, а здесь эта сексуальность, она идет в контексте животворящей энергии, да, то есть это та энергия влечения, да, двух людей, слияния и приумножение этой энергии, на которой можно что-то построить, выстроить, то есть вот это вот состояние, дополнительный прилив энергии, здесь просто отношение к сексуальности немножко не в смысле материального мира, как, там, с точки зрения похоти и так далее, нет, здесь оно идет с точки зрения именно развития, то есть это вот какой-то дополнительный приток энергии, здесь сексуальность идет в контексте энергетики, то есть чем больше этой сексуальности, да, какого-то заигрывания жизнью, да, либо танец вот этот вот любовный танец жизнью, то есть здесь какие-то такие смыслы вложены, вы это цените в себе. Что еще вы цените в себе? Рыцарь кубка, видите, рыцари пошли радуют, прям вот очень радуют, потому что некоторое время назад были пожили. Вы радуете, радуете, цените в себе душевность, да, душевность, доброту, искренность, чистоту, желание, вот невзирая на то, что о вас могут говорить другие люди, вы все равно верите в любовь, причем я даже скажу больше, вы верите в любовь с первого взгляда, и вот что бы вам ни говорили, да, как бы вас не переубеждали, вы можете даже в чем-то соглашаться, но все равно в душе вы верите в принца на белом коне. Я сегодня просто себя словила на мысль, почему именно на белом коне, да, вот, и у меня вспомнилось, как человека, да, который смотрит все через призму мифологии и Древней Греции, вот, вспомнился Пегас, это высвобождение состояния души, чистой, да, то есть без негативных каких-то эмоций. Так у нас родился Пегас, тоже интересный символизм этого мифа, и Пегас — это белая лошадь, да, крылатая, и вот, и почему принц на белом коне, а не на черном, не знаю, на черном, скорее всего, потому что, опять же, это, да, в аркане колесницы, если не брать классику Уэйта, где есть сфинксы, то очень часто рисуются лошади, опять же-таки, это описание, платоновское описание состояния души, да, где две лошади, одна белая указывает на добродетель, на благородство и на совесть, и черная указывает на наши инстинкты, да, на животное проявление, вот, и все же рыцарь на черном коне, почему-то, который мне видится в последнее время, наверное, это такой более приземленный человек, да, на черном мустанге, возвращаясь к вам, к вашему раскладу, что вы цените в себе, прекрасное состояние души, вы цените все, что связано с душой, и вы обращаете на это внимание, и замечаете, и последний аркан, что вы цените в себе, восьмерку мечей, такой неоднозначный аркан, указывающий на ограничивающие убеждения, мысли, модели поведения в нашей голове, которые связывают нас, и не дают нам двигаться, да, то есть это вот какие-то правила, которые мы сами себе в голове своей устраиваем, наверное, вы цените это потому, что каким-то образом именно вот эти ограничения, они сдерживают вас от каких-то порывов, от каких-то, возможно, непродуманных поступков, то есть вот здесь эти ограничения, вы их почему-то видите в плюс, я могу предположить, что если бы вы полностью себя отпустили, да, и не было бы вот этой вот мечовости, королевы мечей, и восьмерки мечей, да, то, возможно, вы считаете, что наделали бы кучу ошибок в силу своей рыцарь жезла, своей какой-то спонтанности, своей, ну, то есть, как обычно, дети сначала делают, а потом думают, и вот в данном случае восьмерка мечей, она, наверное, указывает на то, что именно вот эти вот ограничения и убеждения, которые есть у вас в голове, они вас держат от необдуманных каких-то поступков, да, от какой-то спонтанности, от которой вы можете, может быть, пострадать, либо как-то сожалеть в дальнейшем, то есть здесь восьмерка мечей, она выступает, скорее всего, как некий такой предохранитель вас от каких-то негативных последствий, да, как вы видите. так, ну, вот такая была вторая позиция, двоечки, жду ваших комментариев, благодарю вас за лайки, вот, и последняя позиция, третья троечки, привет, привет, напоминаю, что смотрим на новой безымянной колоде, расклад, который предложила Алена, да, про ценности, и давайте посмотрим, что нам скажет колода, как вы себя видите, троечки сейчас, в разрезе момента здесь сейчас, как вы себя видите, четверка жезлов, сейчас вы видите, как будто бы, знаете, ваша жизнь как-то наладилась, настроилась, все, все хорошо, все хорошо, праздник, не знаю, может быть, готовитесь к Новому году, и у вас хорошее такое настроение, но, в принципе, здесь, здесь что-то такое стабильное, возможно, вы радуетесь тому, что удалось как-то себя уравновесить, либо удалось как-то восстановиться после каких-то тяжелых моментов в своей жизни, знаете, еще, может быть, не все и решено, но уже как-то наладилось, то мне ощущение здесь энергии в вашем поле, что вот как будто бы что-то устаканилось, что-то наладилось, пускай не полностью, но вас это уже радует, что лучше так, чем так, как было ранее, как еще вы себя видите, королева кубков, ну, наконец-таки, наконец-таки могу сказать, что вы в чем-то здесь расслабились, что-то себе разрешили, не знаю, может быть, разрешили как-то потратить на себя деньги, может быть, разрешили себе как-то отдохнуть, расслабиться, здесь такие моменты успокоения идут, что человек как-то что-то отпустил, расслабился, отдыхает, здесь энергия такая мягкая, здесь отсутствует контроль, что возможно где-то в чем-то доверились, но это опять же таки такое мимолетное, я не могу сказать, что это будет на постоянной основе, да, вот это вот как черта вашего характера, просто вы здесь как некий этап передышки сейчас, и вы себе разрешили как-то что-то переждать, и пока это происходит, да, вы решили переключиться на что-то позитивное, и вам это не свойственно, вот эти энергии, они не совсем ваши в контексте того, что либо вы очень редко себе позволяете какой-то отдых, праздник, и вот именно отпускание, отпускание контроля, расслабление, здесь такое, знаете, чувство, когда наполняешь ванну и погружаешься в нее, и вот это вот расслабление, да, этого момента, что хорошо, ну, кто как любит горячую, холодную воду, не знаю, какая ванна кому нравится, и вот первые вот эти вот мгновения погружения в воду, да, и расслабление, что и кайф, да, насколько это хорошо, и вот погружение в воду, как в момент некого такого забвения, то есть я на время отключусь от контроля, от управления этим миром, да, от планирования, от того, что надо что-то подумать, я подумаю об этом завтра, а сейчас вот я хочу расслабиться, вот сейчас именно вы видите себя вот в таких энергиях, вот, но на самом деле это огромный процесс, прогресс и процесс даже для вас стройки, да, зная как человек, который все держит в тяжелых рукавичках, все важно за всем приглядывать, потому что никто не сделает так хорошо, как я, да, вот это вот бесконечно, как робот, находиться в контроле, за всем посмотреть, за всем приглядывать, для вас это вот действительно такие моменты наслаждения, и вы молодцы, что позволили себе хоть временно именно это состояние, как еще вы себя видите, вы видите себя магом, да, вы здесь, я полностью согласна, да, здесь тройки люди, которые умеют управлять, умеют управлять миром, умеют управлять своей собственной жизнью, да, то есть люди умные, но здесь люди умудренные жизнью, понимаете, здесь я не могу сказать, что по магу проходят люди, как по первой позиции, эрудированные, знаете, как-то начитанные, я не исключаю это, но ваш ум, он более практичного такого момента, не связанный, вот как-то, знаете, первые позиции, люди у меня идут, как в библиотеке такие, знаете, какой-нибудь там волшебной библиотеки, либо какая-нибудь там dark academy, да, что такое, академия какая-то такая, если мы говорим в разделе фэнтези, у вас же это больше такой, знаете, человек, который, не знаю, как подросток, воспитывался там в лихие, допустим, 90-е, да, там гетто было, в каких-то там, я не знаю, районы нельзя было ходить, какие-то там такие пацанские правила, вот, и улица, да, то есть человека воспитала улица, то есть здесь, по магу вас воспитала жизнь, поэтому ваша мудрость и умение приспосабливаться, да, умение находить, решать задачи, они скорее всего научены самой жизнью, то есть для вас школа, это была не книги, это была реальная жизнь, вы умеете приспосабливаться, да, то есть здесь жизнь была такая, военная закалка, с военной какой-то такой выправкой, дисциплиной, неповиновения, наказания, то есть такая жесткая очень школа, поэтому вы себя по магу видите, что вы можете получать все, что вы хотите, да, вы знаете, как это сделать, и вы получаете, вы по крайней мере к этому стремитесь, и в процентов 80-85 вы получаете то, что вы хотите, то, что вы не получаете, это лишь, с одной стороны, как-то вас подзадоривает, да, что я все равно это получу, да, вопрос времени, а с другой стороны, вы понимаете, что где-то есть все-таки вмешательство высших сил, да, судьбы, каких-то внешних факторов, на которых вы повлиять не можете, но если вы за что-то можете повлиять, вы обязательно к этому приложите свою ручку. С одной стороны, вы человек позитивный, вот так как сейчас здесь к мне карта показывает, но маг, так же как и верховная жрица, это двойственный аркан, поэтому сказать, что полностью вам доверять не нужно, да, то есть здесь такой момент, что если надо будет выбирать, там, я не знаю, свою какую-то выгоду, да, и выгоду у другого человека, я скорее всего выберу больше уже свою. Возможно, ранее вы и стремились как-то к справедливости, да, то сейчас со временем вы понимаете, что да, справедливость хорошо, но в некоторых моментах надо быть несправедливым и выбирать себя. Вот. Вам это сложно, сложно, да, но все равно маг, он указывает на человека, который что-то придерживает для себя, да, где-то какая-то двойственность ему присуща. Но здесь люди умные. Хитрость все равно, она каким-то образом у вас будет проскальзываться, не знаю, то ли через собственную выгоду, то ли, может быть, какие-то усмешки, да, вот где-то какой-то, кого-то подколоть, какие-то такие ядовитые моменты, они все равно у вас будут проскальзывать. Вопрос хитрости. Либо, знаете, когда мы говорим там, если можно где-то платить не налоги, то по справедливости, конечно же, все должны платить, но если где-то что-то можно умолчать, где-то что-то можно недоплатить, я буду не против. Но в основном я плачу, да, вот что-то такое. Почему? Потому что магу соответствует у нас гермес, а гермес все-таки, не взирая на все свои позитивные качества, да, это олицетворение слова, вот, а слово это все-таки имеет в себе дуальную силу, да, то есть не забываем, согласно мифологии, в совсем младенчестве, да, именно гермес умел украсть золотых быков у своего брата Аполлона, вот, и тем самым усложнил задачу поиска их, то есть никому не удавалось, да, обмануть более Аполлона, а вот гермес смог своего брата в этом перехитрить. И очень много таких мифов, то есть здесь отсылка, указание как раз-таки на мыслительные процессы, на слово и на мысли, то есть присутствует какая-то хитрость, уловка, ловушка, вот, либо вы умеете это распознавать, да, то есть здесь еще у нас по магу, что может быть? Да всевозможные ребусы, да, почему? Потому что умение использовать свой мозг достаточно такой, знаете, не мозг, а интеллект, хитрость, то есть включать всевозможные проигрывания, да, как стратегии, как шахматная игра для того, чтобы решить всевозможные вот эти вот головоломки, то есть если это головоломки в виде игры, это окей, если таких игр нету, то ваша жизнь становится одной большой головоломкой, вы решаете, вы от этого получаете удовольствие, потому что вы можете, вы умеете это делать, и вы знаете как, и вы это используете, вот, поэтому себя вы видите так, в принципе, по магу, все остальное, это неизменно, а вот королева кубков и четверка жезлов, я бы сказала, что это временное сейчас, да, и оно, не знаю, может быть и будет меняться в дальнейшем, может быть нет, но это что-то такое новенькое в вашей жизни, в вашем поле, в чем ваша ценность, по вашему мнению, вот как вы считаете, в чем ваша ценность, пятерка кубков, наверное, потому что, не потому что, наверное, в том, что вы научились не очаровываться, то есть наконец-таки прошли где-то какой-то этап, что нужно смотреть на жизнь, именно реально, такой какая она есть, не очаровываться людьми, не придавать им большую значимость, важность, не создавать себе кумира, то есть здесь вы как будто бы повзрослели, но это опять же таки одновременно указывает на то, что все равно вот эта вот кубковость, желание видеть в людях лучшее, желание верить людям, доверять, оно у вас присутствует, то есть да, вы сейчас на, как сказать, на термин разочарование смотрите сейчас иначе, но все равно ощущение в поле, что вот вам хотелось бы, чтобы вы не разочаровывались, то есть все равно где-то как-то хочется наделить какого-то человека, какую-то ситуацию тем, чем она не является, как-то вот приукрасить, есть эта потребность, есть потребность, вообще у вас есть потребность улучшать этот мир, через как-то вот преображать, пропускать через себя, потому что опять же таки маг говорит о том, что я могу творить этот мир, я знаю, как это сделать, у меня есть эти умения, навыки, поэтому вы, вот это вот качество, все равно оно требует выхода из вас, через то, что вы можете говорить людям, как было бы лучше, то есть какие-то варианты, какие-то подсказки, советы, не с точки зрения показать свою гордыню, как-то возвышаясь над другими людьми, а просто действительно потому, что вы умеете, потому что вы обладаете необходимой информацией, когда вы можете подсказать человеку, вот, и если человек прислушивается к вашему совету, он действительно получает тот наилучший результат, поэтому у вас вот эта вот потребность, она все равно остается наделять людей теми качествами, опять же таки, поскольку ваша жизнь, она такая достаточно серьезная, она конкретная, все равно хочется какого-то для баланса творчества, то есть здесь очень много стихии земли, здесь очень много структурности, тяжелые такие какие-то энергии, ответственность здесь проходит в поле вашей, такая энергия, поэтому иногда хочется взять цветные краски и разукрасить, и вы где-то понимаете, что, блин, ну я же не пятилетний ребенок, да, чтобы это все разукрашивать, пускай оно будет черно-белое, либо серое, фиг с ним, все равно она такая жизнь, да, но вот иногда хочется вот во что-то верить, и поэтому вот эта вот потребность веры, она проскальзывает, хотя вы отдаете себе отчет в том, что это может быть ваше заблуждение, но это осознанный тогда ваш выбор заблуждаться, да, то есть я осознанно выбираю улучшать что-то, и при этом я знаю, что это не доведет до добра, но вот у меня есть такая потребность, и я хочу ее закрыть, даже если я потом буду разочаровываться, и отсюда у нас выходит вот это вот состояние, да, разочарование, что я уже стараюсь не очаровываться, стараюсь, и в некоторой степени у вас это и получается, но потребность она все равно должна будет покрываться каким-то образом, и иногда вы как будто бы знаете, вот выпускаете это состояние на волю, выгуливаете, да, но при этом это подконтрольно. Еще в чем ваша ценность, по вашему мнению, ну вот то, что вот мы говорили, да, аркан справедливости, куда же здесь без восьмерки, да, без бесконечности, без аркана справедливости, это ваша самая большая ценность, здесь вопрос даже не то, чтобы справедливость, но вот это вот как будто бы ваше, такое знаете, призвание, если так можно сказать, и не совсем благоприятно, благородное какое-то это дело, почему, потому что вот ваша агрессия, которую сейчас я не чувствую в поле, вот прям не чувствую, ранее была более такая ярко выраженная у троечек, сейчас я говорю временные какие-то, как-то энергии ваши сменились, поутихли, может быть новогодний праздник, настроение такое, но вот эта вот ваша внутренняя агрессия прирожденная, она дана вам не случайно, потому что только вы сможете выравнивать и наказывать в кавычках людей, то есть есть люди, которые считают, что им все дозволено, и они все могут делать, и все зависит от того, на кого ты и наткнешься, и как правило, они всегда нарываются на людей более мягких, условно говоря, на двоечек, которым не свойственна вот эта воинственность, но ничего не должно быть безнаказанным, и вот вам как будто бы дается вот эта вот сила наказания, через вас возвращается бумеранг к этим людям, но с другой стороны, это огромный груз ответственности, то есть все равно вы человек совести, и вам приходится иногда поступать со своими принципами для того, чтобы наказать таких людей, и вы иногда себя чувствуете в кавычках палачами, и это неприятное ощущение, но это вот как будто бы, знаете, вот мы говорим про призвание, вот это действительно ваше призвание, опять же таки, я говорю метафорами, но вы понимаете, что в жизни, не знаю, иногда вам приходится на кого-то накричать, иногда кому-то очень резко ответить, кому-то нахамить, и вы понимаете, насколько вы делаете больно другому человеку такими поступками, но если не вы, то кто это сделать? Сделать другой, в кавычках палач, у кого такая же аналогичная миссия, поэтому вы человек справедливости, в контексте выравнивания, то есть вы та карающая сила, которая выравнивает дисгармонию и дисбаланс, и это всегда сопровождается с ответственностью, почему? Потому что вы должны иметь холодный разум, поэтому вы являетесь человеком-контролером, который управляет этим миром, чтобы вот все за всем наблюдать, за всем следить, здесь нужно иметь холодный рассудок, и поэтому я и сказала, что королева кубков здесь вам не свойственна, потому что невозможно наказывать, и при этом быть симпатичным человеком, что вам, конечно же, я не исключаю, что вы можете быть чувствительным, иронимым, и в душе действительно такое есть, именно поэтому здесь и выходит вот это желание что-то приукрасить, на что-то надеяться, на что-то такое более прекрасное, очаровываться чем-то, потому что в Аркане Справедливости две силы, одна карающая, но она и не исключает того, что мы прислушиваемся к своей интуиции, к состоянию своей души, то есть мы решаем не только головой, но мы прислушиваемся к нашей интуиции, к состоянию души, потому что это баланс, это гармония и головы, и сердце, она должна присутствовать, вот, это для вас вот прям ваша такая большая ценность, что еще, да, в чем ваша ценность, по вашему мнению, десятка мечей, то, что вы можете, ну, проще говоря, добивать, добивать, ставить точку, добивать, ставить точку, не знаю, такой вот, вот, не идет вот эти, вы знаете, энергии карателя, вот, но, то есть вы можете доводить ситуацию до конца, вот вы, ваши ценности, это то, что вы закрываете, я считаю, что вы не оставляете вещей незаконченных, опять же, в этом есть свои плюсы и минусы, плюсы, то, что завершаете, минусы в том, что если, например, читаете книгу, вы не можете ее оставить на полпути, надо ее завершить, если вы начали какой-то проект, либо дали кому-то слово, вы, вы, как говорится, в лепешку разобьешь, но я должна это завершить, да, то есть, если вы что-то не завершаете, и хорошо, если это какое-то позитивное дело, а если, например, ну, я не знаю, даже та же самая книга, начинаете читать, понимаете, ну, бредятина, ну, нудно, ну, неинтересно, вот, что-то вам не дает внутри, оставить ее на полпути, то есть, вы здесь, есть у вас вот это вот качество, завершать, доводить дела до конца, доводить дела до результата, опять же, так, если вы работаете с людьми, вы, как говорится, в кавычках, да, добьете человека до результата, возможно, ну, человеку будет от этого некомфортно, ему будет тяжело, но у тебя же был запрос до результата, значит, я тебя доведу до результата, хочешь ты этого или нет, то есть, понимаете, здесь вот иногда присутствует вот эта вот сила подавляющая, но кто знает, как хорошо, да, то есть, здесь аркан справедливости по соседству, он говорит, что, ну, так и надо, да, то есть, это сила выравнивающая, никто не знает, все чисто субъективно, да, мы не боги и не знаем, как это было бы хорошо объективно, но если так поступаете, значит, так надо, да, вот, вот эта вот как-то энергия здесь такая проскальзывает, и она меня тоже в этом и успокаивает, да, что надо, и вы понимаете, что вы правильно поступаете, что вы цените в себе, что вы цените в себе, то есть, что является ценностью вообще для вас в других людях, в себе в том числе, да, мы это посмотрели, а в себе-то вы что цените, ну, короля мечей, короля мечей в себе, я ценю вот этот бесконечный поток информации, энергии, умение рационально мыслить, умение выстраивать стратегии, умение, опять же таки, смотрите, король мечей, да, и аркан справедливости, король мечей, он может быть очень колким, это тот человек, который может иронизировать, человек, который может опускать, в кавычках, морально других людей, просто потому, что он может, этом в минусе может показаться очень неприятно и больно, но, опять же таки, в контексте справедливости, да, выравнивания, если одна из ваших миссий, мы можем предположить, заключать в том, что вы должны покарать этого человека, то глазами третьего человека может показаться, насколько вы жестоки, вы можете быть жестокими, но, если ваша, так скажем, роль, маска, в этом воплощении, карать, то вы просто выполняете свою задачу, и тут, как говорится, претензий к вам никаких нет, наоборот, вы выполняете добросовестно то, к чему, с чем вы родились, то есть, вот здесь опять, вот эта справедливость, она, в зависимости от того, с какой стороны посмотришь, она может быть как дар, и она может быть как и наказание для вас, поэтому, вы цените в себе короля мечей, вот эту вот, знаете, холодность, некую такую дистанцию, которую вы держите от людей, не подпускаете к себе близко, не доверяете людям, до, с другой стороны, вот, мне не оставляет в покое пятерка кубков, который говорит, что вот потребность, вот в этой чистоте души, либо, знаете, здесь еще может быть так, может быть, действительно, люди здесь работают в органах, и видят, ну, такую, такую грязь, да, что, вот хочется сказать, опять же таки, вашими глазами, так как мне картинку показывают, взять автомат и всех перебить, это, конечно же, не гуманно, да, но вот иногда видишь такое, что не знаешь, как уже реагировать, да, и с этой точки зрения, да, король мечей, вот то, что вы оцените, я сейчас это говорю, с одной стороны, вам, а с другой стороны, что если вдруг кто-то другой слушает, чтобы он услышал и увидел, вот в этом, других людей, да, чтобы он понял их мотивы, потому что иногда мы осуждаем людей, и мы не понимаем мотивы, что действительно скрывалось за этим, да, то есть, почему человек поступил так, потому что нам выгоднее думать только о себе, а не о других людях, вот здесь вот король мечей, да, мы иногда говорим, почему он холодный, почему он жестокий, но если у вас такая миссия, то вы не можете быть мягким, да, то есть император, который, допустим, принимает решение, казнить, либо помиловать, как он может быть эмпатичным, он не сможет выносить приговоры, вот здесь вот примерно нечто аналогичное, но потребность, вот вы цените в себе короля мечей, да, независимо от того, женщина вы, либо мужчина, но потребность в эмоциях, в любви, она есть, вы, с одной стороны, эмоции других людей, они приводят вас в ужас, в раздражение, в какую-то агрессию, особенно если это женщины, такие капризные, там, я не знаю, ну вот прям очень женственные, такие плаксливые, а с другой стороны, вам как будто бы, ну вы забыли, что такое чувство, вы забыли, что такое эмоции, потому что вы себе это запрещаете, либо подавляете, а потребность, она никуда не уходит, и поэтому, возможно, у вас даже уже и нету терпения, да, там, я не знаю, к детям, потому что они не сдерживают свои эмоции, они капризничают, они плачут, как правило, король мечей, он именно по этой причине только одного ребенка имеет, почему, потому что он не знает, как справляться с эмоциями, не знает, как взаимодействовать с маленькими детьми, как реагировать на них, потому что ему, допустим, проще вынести смертный приговор кому-то, да, чем подойти и вытереть слезы маленькому ребенку, кому-то это может показаться, ну, как-то кошмарно, да, то есть, как такое мажор тыть, но понимая душу короля мечей и качества, свойства, которые ему соответствуют, здесь ничего удивительного нет, здесь человека так воспитали, знаете, вот, как правило, люди военные, либо, там, я не знаю, вот фильмы смотрим, да, в боевиках, как воспитывают, там, киллеров, как воспитывают воинов, либо на востоке, вот эти вот нинзы, да, все вот эти военные школы, их воспитывают умению управлять, контролировать своими эмоциями, вот вы здесь, такой человек, вы не умеете вообще-то контролировать свои эмоции, но потребность-то, она же никуда не уходит, поэтому вы цените в людях конкретику, вы цените в людях слово, то есть, когда человек слово сказал, сделал, вы цените также в людях, когда они лаконичны, когда они говорят по существу, и эмоциональность вас разоржает, когда человек как-то, знаете, расширяет, начинает говорить не в тему, у вас не хватает терпения, потому что у вас другой склад ума, вы делаете акцент на ум, на конкретику, ну и последний аркан, давайте я вытащу, вытащу, что вы цените в себе, ну вот, страшный суд, ну как можно сказать, да, справедливости страшный суд, что вы умеете перерождаться, вы умеете оставлять прошлое позади, вы тот человек, кто действительно ценит семейные ценности, вы тот человек, который выходит замуж, либо женится, в зависимости от того, кто смотрит, один раз, второй раз, это может быть совместное проживание, но это никогда не будет браком, потому что здесь ценность семьи, оно для вас не пустое слово, здесь есть уважение, может быть, в чем-то даже вы похожи как-то на своего отца, почему-то вот мне так идет энергия в поле, но вы цените тех людей, которые умеют трансформироваться, люди, которые делают глубокую переоценку своих ценностей, люди, которые умеют, потому что вы это цените, здесь десятка мечей, а здесь страшный суд, это более аналогично десятке, но более в масштабных размерах, когда завершаются какие-то огромные циклы жизни, и человек их умеет отпускать, делая какие-то выводы, вы цените свою способность умения делать причинно-следственные связи, выводы, выводы и умеете видеть картинку целиком, вот это вот ваша способность, либо она у вас есть, либо вы к этому стремитесь, и вам нравятся люди, которые умеют смотреть масштабно на вещи, опять же таки, если это в контексте какой-то стратегии, то умеют увидеть все какие-то детали, все просчитать, все рассчитать, то есть вот такой склад ума у людей, вам это нравится, и вы это цените себе, потому что у вас это есть, и вы, если это есть как зародыш, но это еще не развито, то вы это цените в других людях, и вы будете стремиться к таким людям, которые, знаете, вот хочется сказать менталисты, вот все, что связано с менталом, и профайлинг, вот такие вещи, они вам интересны, то есть умение считывать людей, умение понимать их, почему опять же таки вам важно, потому что вот, аркан справедливости, это как будто бы ваша задача, то есть не ошибиться, и при этом принять верное решение, верный приговор в кавычках, по отношению к другим людям, и поэтому вы должны быть хорошим психологом, что в принципе по магу такое есть, то есть человек, который умеет видеть и будущее, у вас есть эти тоже навыки, какие-то там предсказательные, там видения, ну в разном формате, вот, но в большей степени здесь человек опирается на логику, на свой интеллект, и на умение, не знаю, читать мысли других людей, понимать их, мимику, то, что я говорила про профайлинг, вот, как-то так, это была третья позиция, я благодарю всех за внимание, вообще колода говорит очень хорошо, ну мне так показалось, не знаю, видите ли вы разницу, в трактовках, да, я вижу, мне, вот по ощущениям, это первый расклад на этом канале, в телеграме я уже делала расклады по этой колоде, вот, но мне кажется, она помогает мне погрузиться так глубоко, мне нравится, хотя, опять же таки, говорю, что в разделе плейлиста обзора обоих колодах, я рассказываю, да, у меня есть обзор на эту колоду, какие-то претензии по отношению к ней, но вот, она мне нравится, невзирая на претензии, она мне нравится, она помогает мне погрузиться, настроиться, и она меня проводит в какие-то, такие моменты достаточно глубокие в раскладе, но это вот касательно моей работы, я хочу пожелать вам всем отличной недели, не забывайте, по пятницам в разделе сообщества выходят анонсы на близконсультации, приходите, вот, всех благодарю за лайки, за комментарии, за то, что остаетесь со мной, прощаюсь всем, пока-пока.